У нас есть варианты действий. Создать новый заказ, открыть существующий, либо продолжить. Если нажим продолжить, либо нажмем крестик, у нас появится чистое окно. Что мы можем сейчас сделать? Создать новый заказ. Открывается вот такое окно. Здесь собраны все шаблоны. Брошюры, журнал, люкс, книга. Можем посмотреть его иначе. Допустим, все журналы люкс, то есть это картонные страницы, полный разворот, без каких-либо потерь. Мягкая обложка на пружине. Скрепка. Ну, скрепка это то, что обычная тетрадь. Мягкая обложка термоклей. Обратите внимание, что в мягкой обложке у корешка страницы зажата примерно 7-8 миллиметров. Это делается для того, чтобы книга была прочной и не разваливалась. То же самое мы имеем для термоклея твердой обложки. Теперь выберем какой-нибудь из шаблонов. Допустим, это будет мягкая обложка термоклей. По ширине 27 сантиметров, по сути 20 сантиметров. Журнал. Введем название нашего альбома. Альбом 1. Подготовительный этап выполнен. Так, и еще такой момент. Основная цена 700 рублей за одну страницу. Это не за одну страницу, это за весь альбом. Идем далее. Выберем папку с фотографиями, которые вы уже заранее подготовили. Если вы хотите, чтобы порядок фотографий остался таким, как вы предполагали, то сортированные фотографии должны быть пронумерованы цифрами от единицы и далее. Количество разрядов цифры должно быть одинаковым. То есть не 1, а 0,01. Допустим, не 24, а 0,24. Но если у вас количество фотографий не больше 100, то, соответственно, тогда мы пишем 0,1 и 24. То есть это сделано для того, чтобы правильно сортировалось. Поскольку мы все фотографии уже подготовили, мы, нажимая кнопочку выбрать все. Если вдруг какая-то фотография нам не понравилась или оказалась лишней, на этом этапе мы ее выделяем и нажимаем красный крестик. Можно увеличить фотографии, чтобы более внимательно их рассмотреть. Нужно уменьшить, чтобы их поместилось больше на экране. Идем далее. Здесь мы выбираем шаблон разворота страниц. Он будет применен ко всей книге. В дальнейшем вы сможете это изменить. Допустим, выберем шаблон. То есть на правой стороне одна фотография и на левой стороне одна фотография. Выбор компоновки страниц. Что значит обрезать фото по шаблону. Это значит, что фотография будет отцентрована относительно вот этого голубого прямоугольника. Так что заметую весь пропорционально. А то, что не вмещается, пропорция будет обрезана. Если мы напишем, что вписать фото в шаблон, то соответственно фотография будет вписана в этот шаблон. И те места, которые не соответствуют пропорции, они будут фоном. Это заполнение. Да, нет. Поскольку мы подготовили все фотографии, выбрали шаблон, то оставляем да. Если нет, то книга будет пустая и вам придется оставить все фотографии с нуля. Идем далее. Хотим ли мы изменить количество страниц на рекомендованное? 24 страниц. Да, хотим. Выбираем фон. Тот, который у нас будет на всем альбоме. В дальнейшем мы сможем его изменить. Ну, допустим, вот такой вот серенький фон с текстурой. Продолжение следует. Длительность этой операции зависит от того, сколько фотографий вы выбрали и насколько мощный компьютер в вашем распоряжении. Все фотографии, которые вы выбрали, копируются в рабочую папку программы и оригиналы никак не затрагиваются. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот, мы получили наш альбом. Сначала нам накрывается обложка. Но обложки фотографий нет. Соответственно, мы можем их туда добавить. Посмотрите на правую панель Увеличиваем фотографии так, чтобы они были видны И допустим, вот эту фотографию хотим сделать фоном Нажимая правую-левую кнопку мыши, мы ее притягиваем И касаемся одной из сторон Появилась надпись В этот момент можно отпустить фотографию Вот у нас эта фотография стала фоном обложки Напишем что-нибудь Русский Ну и дальше стандартно выбираем размер шрифта Сам шрифт Цвет шрифта Жирность шрифта Делаем предварительный просмотр Можно увеличить шрифт Таким образом мы ввели название нашего альбома Написали его на обложке Обратите внимание на голубые линии Балактирные Идущие по краю В данном случае это мягкая обложка То есть она будет По этой линии будет просить обрезка изображения Если вы хотите, чтобы изображение было размещено корректно Обязательно выводите его за голубые линии Если оно на краю Далее идем на первую страницу Можно перемещаться По нижней полосе Можно перемещаться с помощью стрелочек Вот Ну, как вы видите У нас Компоновка первой страницы Отличается от компоновки Последующих страниц Соответственно мы выбираем Компоновка И выбираем тот вариант Который нам интересен В данном случае мы хотим, чтобы Первая страница выглядела так же, как и последующая Нажимаем на левую кнопку мыши И перетаскиваем В рабочую зону Отпускаем кнопку мыши Далее, что мы можем сделать Допустим, нам не нравится Та фотография Одна из фотографий, размещенная здесь Мы можем ее заменить какую-то другую Допустим, вот этой Мы нажимаем левую кнопку мыши И перетягиваем фотографию на изображение Опускаем И фотография Встает точно в ту же самую рамочку Например, мы хотим Разместить здесь не одну фотографию, а две Мы выделяем фотографию И с помощью маркеров Уменьшаем ее Заметь, что фотография изменяется пропорционально Она не обрезается Она не ухудшается Ставим сюда еще одну фотографию И еще одну Для того, чтобы фотография Заполнила всю рамочку Нам надо изменить Способ ее размещения Напишем Обрезать фото по шаблону Фотография заполнила всю рамку Но нам не нравится Как фотография здесь разместилась Щелкаем по ней два раза Пышкой И сдвигаем рамочку Нажимаем клавишу обрезка Допустим, что вам понравилась эта компоновка И вы хотите использовать ее на страницах в дальнейшем Для этого вы идете В позиции меню Страницы И указываете добавить компоновки страниц Новая компоновка страниц успешно добавлена У нас здесь четыре фотографии Соответственно, выбираем Показать страниц с четырьмя фото В самом конце будет ваша новая компоновка Попытаемся ее применить Притягиваем Видим, что получилось Две рамки остались пустыми Поскольку здесь не хватает фотографий Притягиваем одну фотографию Притягиваем вторую фотографию Корректируем Обратите внимание, что фотографии на экране Кажутся не с фотографиями низкого качества Это сделано специально для ускорения обработки При создании альбома Создается серия маленьких фотографий Назовем их превью С которыми программа работает В дальнейшем При создании печатного варианта Книги Файла PDF Используются те фотографии Которые вы загрузили В их изначальном разрешении Что мы можем сделать далее? Далее мы можем, допустим Наложить какую-либо рамочку на фотографию Допустим, вот такую Опять же, перетягиваем ее на фотографию И отпускаем Если нам очень понравилось, как это выглядит То мы можем сделать следующее Правой мышкой нажимаем фотографию Убираем позицию копировать Далее на фоне Щелкаем правой кнопкой мыши Делаем специальную вставку на все страницы Либо эскиз Это полное оформление фотографии Эффекты, маски, рамки Либо же только рамка Теперь на всех фотографиях в нашем альбоме Будет использована эта рамка Допустим, мы хотим сделать фон из фотографии На странице, а не на обложке Берем, например, вот эту фотографию И тянем ее До края какой-нибудь страницы Вот мы коснулись Края правой стороны Если отпустить данный момент То фотография станет фоном Берем другую фотографию Тянем до края левой стороны Отпускаем Фотография стала фоном Если теперь Коснуться верхнего края Или нижнего края То фотография станет фоном всего разворота Также можно сделать фотографию фоном Используя правую кнопку мыши Щелкаем по фотографии Берем позицию размера изображения Задавь в качестве фона страницы Двойной страницей Левой стороны, правой стороны Двойной страницей Фотография исчезает И становится фоном Мы щелкаем по нему два раза Корректируем Нажимаем обрезка Удалите рамку Удалили Попробуем поставить какую-либо маску Ну, например, вот эту Точно так же Перетягиваем ее на фотографию И отпускаем Получился такой интересный эффект Эффекты Эффекты здесь немного Наиболее полезным чаще всего будет автоконтраст Фотография несколько улучшилась К сожалению, эффект может быть только один Если мы сделаем сепию, то автоконтраст уже сделать не сможем То есть один эффект Заменяется другим эффектом Соответственно Все эффекты снимаются Фоны Ну Это стандартные фоны, которые идут в поставки программы Перетягиваем Появляется такое меню Допустим, фон двойной страницы Очень важное замечание Ни в коем случае не добавляйте Свои Фоны Свои Клип-арты Изображения В программную папку Album Maker V1 На диске C Потому что Там даже стоит только стандартные файлы Которые Используются на серверной версии программы Все ваши собственные фоны И должны загружаться как фотографии Вот в это вот поле Если вы хотите использовать какой-либо клип-арт Иной Чем тот, который Предустановлен Вам надо сделать следующее Идем в меню Дизайн Графические элементы Вставить из файла Убираем какое-нибудь изображение Открыть Если это изображение имеет Белый фон То в этом случае Белый фон станет прозрачным То есть Если вы добавляете фон Из Меню фотографий А элементы Клип-арта Из меню Дизайн Графические элементы Вставить из файла То в этом случае Эти изображения Передаются к нам Вместе с книгой И корректно Потом печатаются Ну собственно говоря Книга готова Если мы ничего больше Не хотим изменить Осталось ее отправить В типографию То есть к нам Нажимаем кнопочку Заказать Мы можем сделать Предварительный просмотр Щелкаем по Загнутому уголку И переворачиваем Стрелочками К сожалению Мы не можем Просмотреть Предварительный просмотр Обложку книги Закрываем Идем далее Что мы здесь видим Мы выбрали Шаблон 27 на 20 Журнал То есть С мягкой обложкой Обложка у нас Печатаемая На других Вариантах Не предусмотрена Вот Вам обязательно Нужно выбрать Тип поверхности Допустим Обложка будет матовая А страница глянцевая Если вы Не выберете Тип поверхности То Вам придет По почте Уведомление Чтобы вы это уточнили Количество экземпляров Ну и соответственно Сразу меняется цена Здесь пишем Какие-либо комментарии К заказу Если они у вас есть Вот так выглядит Обложка Идем далее В данной форме Надо будет вести Заполнить корректно Все поля Которые помечены Звездочками Наиболее важное поле Это электронная почта Потому что По электронной почте Которую вы укажете В этом поле Вам будут приходить Уведомления О том Что заказ принят Либо он готов Либо в нем есть Какая-то ошибка Ваше имя Стилан Иванов Такое не замысловатое Телефон 8 712 111 2233 Электронная почта Переключаемся на английский Переключаемся на русский Иванов Иван Собака Какой-то сервер Ну и например Ром Лица Переключаемся на русский В принципе Это не обязательно Пишем Допустим Восстание Один Город Санкт-Петербург У вас есть вариант Сопоставительный Заказ То есть записать Конечный файл На флешку И принести нам По адресу Восстание Один Либо же Отправить заказ Через интернет Отправить заказ Через интернет Вы потом Через письмо Можете заказать Доставку И получить Не выходя из дома Идем далее Доставка заказа Доставка заказа По России По Санкт-Петербургу По области В Москву И по России Либо же забираем Самостоятельно Допустим Мы выбрали Доставку По Питеру Вот у нас Повела стоимость Итого Заказ будет стоить Тысяча рублей Если забрать Самостоятельно То вы Приходите К нам На Восстание Одинки Провальный центр Фотостудию Забирайте Заказ Можем указать Фамилию Телефон Лучше всего Фамилию Идем далее Ок Продолжение следует Закрыть Вот номер Вашего заказа Появилось Такое Окно Которое Показывает Что Начатая Выгрузка Заказа Если Все В порядке С интернетом То Он Скорость Уйдет До тех пор Пока Не закончится Выгрузка Заказа Вам Желательно Не выключать Компьютер Просто Потому что Это может Занять Какое-то Время Время Сворачиваем Окошко Здесь Мы видим Всю информацию О вашем Заказе Еще раз Повторяю 700 рублей Это цена За весь Альбом Предварительный Просмотр Все Работаю Нашим Заказом Завершено Закрываем Программу Заказом 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 Заказом